Проститатка Кит Информационный листок МА 31 2015-23-45 Котики Мне тут подумалось, что надо бы вам разъяснять кое-какие моменты. Хочу поговорить о своих соц.сетях и немного про общение со мной. Я просто вылезаю потихоньку из спячки и начинаю разгребать свои завалы. У меня есть Твиттер собачка записки подчеркивания Кит Контактик Записки underscore Кит Группа во Вконтактике Записки underscore Кит underscore Public Фейсбучик Акатерина Базимана Почта основная и почта курилки У меня все так же нет ни модератора, ни секретарши. Никто кроме меня не читает и не ведет этих соц.сетей. Поэтому там и не появляется что-то по три раза в день. И поэтому же я часто и долго не отвечаю. Мне совесть чаще всего не позволяет прочесть сообщение и оставить его без ответа. Поэтому оно может по нескольку месяцев висеть в непрочитанных. И от этого мне самой немножечко грустно. Но иначе не получается. Зашьюсь нафиг. Короче, расскажу сейчас про все по отдельности. У меня есть почта. Моя основная и главная почта Если вы хотите у меня что-то спросить, что-то рассказать мне или показать, предложить рекламу или пиар, узнать расценки, пожаловаться на мужа и так далее, то вам суда. Только с жалобами на мужа не злоупотребляйте, пожалуйста. Все-таки, это не курилочная почта. Эта почта подключена еще и на айфон. По сему вероятность получить ответ стремится к 99%, особенно, если вы напишите пару абзацев, а не два листа А4, так как читаю я ее в такси, в метро, в ванной, в туалете, в ресторане, в отпуске. Гы, смешно, и вообще везде, где есть интернет и свободное время. Вторая почта, это почта курилки, которая у меня временно заглохла в связи с любовью, которая кончилась зимой, ленью и отсутствием времени, четко завязанным на любви и лени. В общем, с головой хватало собственных перипетий, ни на что больше не оставалось мозга. Я планирую вернуть курилку этой весной. Обещать, что это будет именно в апреле, не буду, поэтому и говорю, что весной. Да лето я курилку верну. Может, чуть модифицированную. Но, в любом случае, если вас что-то мучает и не горит, можете писать в нее уже. Но вынуждена честно признать, что в этой почте я сейчас уже даже прочитать все физически не в состоянии, увы. Потому что писем там всегда много, и часто они от чечень длинные, да еще и абзацами не разделенные, и это жуть. Читать с экрана просто и не текстов без единого межстрочного разделения. Так что тут уж, как повезет, увы. Я напоминаю, что ответы на вопросы курилки я публикую публично в своем блоге, без указания имени и авторства, то есть анонимно. Твиттер и фейсбучек – это мои мертвые соц.сети. Они созданы всего лишь для вашего удобства. Туда я, блин, как пишется это слово, перепощиваю все свои посты из ЖЖ. Просто тем, кто регулярно висит в ФБ или в Твиттере, возможно, удобнее следить за постами там. Писать там мне личные сообщения, ну совершенно бесполезно. Во-первых, меня на эти соц.сети банально не хватает. А во-вторых, мне неудобны интерфейсы Фейсбука и Твиттера, я туда крайне редко заглядываю. Мои посты из ЖЖ туда отправляются автоматически, с помощью настроек. ВКонтактике группа ВКонтактике. ВКонтактик Это моя личная страничка, где я пишу, что хочу, когда хочу, и вообще делаю, что пожелаю. Я могу там писать по пене, могу вешать грустные песенки на стену, могу регулярно постить котиков и так далее. Ну вы поняли, да? Лимит друзей там уже окончился, личные сообщения, отключенные, потому что каждому необходимо спросить у меня, как делаешь, что сейчас с погодой в Питере. Когда это спрашивают трое, это еще норм, когда человек четыреста, это страшно. По сему отключила ИЛС, группа во ВКонтактике. Вот туда я всех приглашаю. Там размещаются посты из ЖЖ, коротенькие зарисовочки, которых в ЖЖ нет, опросники, вопросы, пиар, иногда смешные картинки. Короче, все как бы тематическое и околоблоговое. Котиков и слезливых песенок там нет. Вот, вроде все. Ух, кофею, что ли, на ночь глядя навернуть. Подчеркивание, Екатерина Безымянная. Контакты, всякое. Leave a comment, read comments. 25.